Я сейчас что-нибудь скажу умное. А маску ваты, кстати говоря. Маску? Маску. На 180 рублей. Пожалуйста. Сейчас в аптеке купил маски. Смотрю, 190 рублей 5 штук. Качество, наверное, говеное. На любом случае нужно иметь маски. На всякий случай. Потому что если будет в Москве эпидемия, то, я думаю, что запас прочности небольшой. Маски скоро кончатся. А 90 рублей 5 штук. Я думаю, это не такая большая цена. За 10 минут уровень воды поднялся на 4,5 метра. И что повреждены сразу 5 отсеков. Да-да-да. Вы на канале Верников 100 инвестирования. Все говорят неправду каналу. Только я говорю правду. А правда, дорогие друзья, заключается в том, что в данный момент у рубля нет шансов. Даже у фондового рынка есть больше шансов, чем у рубля. И худшие еще впереди. Никого кошмарить не буду. Потому что у меня канал супер-мега-позитивный. Вот один из позитивов. Какие-то блогеры говорят, что в Москве закончились маски. Медицинские повязки. Вчера лично проверил. Медицинские повязки есть. По цене 90 рублей. Я купил 5 штучек. Очень доволен. По правде говоря, эти повязки не очень хорошо защищают. Нужно покупать анатомические респираторы. Там 3М. Они стоят уже 500 рублей штука. Ну, таких респираторов в аптеках наших кончились. Вот. Ну, так что мы уже готовимся. Готовимся на всякий случай. Теперь поговорим про коронавирус. Который последний, штук 20, по-моему. Последний НСОВ. Что меня угнетает, это то, что мы находимся в старстве лжи. Врут все. Ну, правда, наверное, что? Правда, то, что показали снимки легких китаянки, которые 33 года затемлениями, которые называются «Жидкое стекло». Там я верю. Да, я вижу эти снимки. Как это меняется. Картина через 3 дня. Скорее всего, это правда. Правда, то, что вирус вызывает лихорадку, кашель, хрипы. Вот. А вот насчет другого, что смертность составляет 2,2%. Тут уже вопрос. Тут мы не можем доверять этой информацией, потому что очень много вранья вокруг этой темы. Первое. Первая цепочка в цепи вранья. Звено, вернее. Сейчас выясняется, что многие ВОЗ и другие деятели хвалили китайцев, что они замечательно подготовились к эпидемии, они такие решительные. Вот сейчас выясняется, что представители города Ухань скрывали информацию о вспышке до конца декабря. А на самом деле они знали об этом заранее, еще несколько недель назад. Эта компартия призналась, глава компартии Ухань сказал, если бы мы ранее приняли строгие меры контроля, результат был бы лучше, чем сейчас. То есть, получается, была какая-то парфанация. Они знали уже давно, люди уже давно из этой Ухани уехали. По-моему, 3 миллиона я читал. Вот. А они в этот момент закрыли город, когда люди разъехались. Вот так вот. Кто-то в санитарных условиях разделывает морских гадов в тазиках грязных или на асфальте. А теперь будем мы мучиться, страдать, переживать. Таких цепочек вранья очень много. Я могу сейчас говорить, говорить, говорить. Еще цепочка, американская цепочка. Официальный инкубационный период 10-14 дней. В течение этого периода человек заразен. Заразен. Поэтому его надо изолировать. При этом дипломаты из города Ухань, американские, 28 января улетели в США. И правительство попросило, чтобы они в трехдневной проверке, чтобы добровольно 3 дня проверялись. Понимаете, какая-то дикая нестыковка. 10 дней, 14 дней и 3 дня. То есть, явно они что-то знают, чего мы не знаем. Везде нестыковки, везде вранье. Ну и вишенка на торте. Это уже не знаю, правда или не правда, чтобы в соседней провинции зарегистрирована новая вспышка птичьего гриппа, который уже давно был. Аж 5Н1. Вранье на вранье. Вот поэтому как-то вот не хочется в это врезать. Потом окажется все мы дураки. Потому что нас просто обманывали. Давайте поговорим лучше про факты. А факт такой. Был 19-й год. Рынки были перегреты. При этом фондовый рынок, мировые рынки фондовы пережили и китайскую торговую войну, и опасения рецессии. Ужесточение проблем денежно-кредитной политики. Брексит. Брексит. А в этом году, в январе, по нему шарахнулись сразу двумя снарядами. Первая напряженность с Ираном, и второй коронавирус. Я уж не знаю, настоящий он или фейковый, но два снаряда. И он не выдержал. И вы сейчас видите на графике MSI Emergen, вы видите, что в пятницу был настоящий обвал этого индекса на 2%. А теперь возьмите линейку и приложите к этому индексу. И увидите, что январь это месяц падения на 2 часа рынков. То есть, все. Получается, год, год. Это сейчас год идет падение. Теперь огромный привет от Андрея Верникова тем, кто ждет доллар по 55. Как они писали, мы ждем 55. Ждите. Ждите, запаситесь с терпением. И 58 ждите. Вот. Только смотрите, не состарьтесь, пока ждете. В прошлый раз я говорил, что при пробитии на ВЕС-63 возбудятся все. И трендовики, и контртрендовики. Все проснулись, все возбудились, все запилили видосики. А как бы не запилить видосики, если пока на фондовом рынке непонятно что, а тут деньги лежат просто на дороге. При пробитии 63, следующий уровень 64,49. Ну и как? Вот там потом 65, а потом 67. То есть, деньги просто на дороге лежат. Бери деньги, и все. А почему так получилось? Почему у нас такого никогда нет укрепления сильного? И никаких не будет 55. Я уже 20 раз объяснил. Объясняю 21 раз. Генералы с Рио Сектором. Уже много раз сказали, что до них комфортный 62 уровень. Вот. Но это было два года назад. Сейчас, я думаю, им уже выше нужно. Маркеры. Маркеры, могу сказать. 26 января. Известный всем ихсменам, миллиардер Дерибаско заявил, что нужно срочно снизить ключевую ставку до 4%. Это сбалансирует финансовый рынок и поможет рубль вернуть диапазон 65-68. Значит, этот ихсмен, его уже 62 не устраивает. Вот. Дальше он говорит хорошие слова о том, что это поможет рост увидеть в экономике. Ну, о чем это говорит? Что у правительства нету никаких инструментов реальных, чтобы стебулировать экономику. Только за счет ослабления рубля. Вот. Дерибаско говорит, мы не хотим же плохо выглядеть на фоне Украины. Так давайте рубль опустим на 65. Это был первый маркер. Маркер номер два. Тут 15 или 16 января, я не помню, Владимир Путин выступал перед федеральным собранием и взял на себя море стальных обязательств. Просто море. Сейчас правительство посчитало, получило 4 триллиона рублей за 4 года. 4 на 4 лет. Вот. При этом у нас есть кубышка, но эта кубышка, она неприкосновенная. Так, при таком раскладе, дорогие друзья, ждуны, ждущие доллар по 55, они могут дальше ждать. Вот. Они могут дальше ждать и стариться. Вот. Но рубль никогда не будет крепким, потому что нужно сейчас эти выполнять обязательства. Вот. А Мишустин, он, конечно, закусит у дела, потому что новый он должен, так сказать, себя показать. И он будет выполнять. Так же он, как он будет выполнять другие задачи, которые недофинансированы нацпроекты. Это тоже будет выполняться. И все это будет давить на рубль. Никакой катастрофы я, конечно, не жду, но это 55, ниже 58 я тоже никаких не жду. Понятно. Теперь. Давно заметил, что рубль укрепляется. И когда рубль укрепляется, ниже этих уровней 62, то что-то происходит. То либо Минфин удваивает покупки, либо выходят люди авторитетные, какие-то из правительства с словесными интервенциями и начинают против рубля. А тут еще к тому вышел Дерибаска, вышел Путин, еще не встало падать. То есть это тройной удар, при котором рубля просто нет шансов. Поговорим, малек, про нефт. Бренд, он сильно заведен на ситуацию с Китаем. Намного сильнее, чем в ИТА. Так что даже если в Китае будет сейчас все хорошо, допустим, с Китая все хорошо, то бренд будет восстанавливаться медленно. Мы в прошлый раз сказали, что есть уровень 57,5. И надо сидеть и молиться, чтобы от этого уровня отразилось. Мы исправно молились, медитировали и действительно отразилось от уровня 57,74. Но второй раз уже не отразилось. Потоптались по льду, попрыгали и второй раз пошли на дно. Вот. К сожалению. Я говорю к сожалению, потому что понедельник мы откроемся на минимум 2019 года. И тогда получается, с какого хрена у нас рубль будет крепким, если нефть откроется на минимум 2019 года. Что это такое, если не шурум-бурумс? Это и есть типичный шурум-бурумс до нефти. Почему? Если помните месяц назад, когда полетели какие-то пули на Ближнем Востоке, нефтяные аналитики нам с умным видом говорили. Если будет напряженность на Ближнем Востоке, то нефтяные цены будут 75-8 долларов за баррель. А сейчас, вот мы в понедельник выйдем и будем сейчас смотреть, пробьем мы минимум 2019 года и пойдем на 50 или не пробьем минимум 2019 года. То есть мы сидим опять и молимся. Вот. Поэтому шансов в данный момент нет. Шанс есть только и в Китае, если сейчас объявят дядюшка Си, что мы вас обманули, никакой эпидемии нет, все хорошо. Вот это реальный шанс. Вот. Ну, в это я не верю. Вот. Так что мы сейчас идем на 64-49. Дедущий уровень небольшой 65 и дальше огромный уровень 67. Вот. Сейчас я сижу и надеюсь, что мы 64-49 не пробьем. То есть в долларе в данный момент лучше играть на покупки. Мы с вами не в Анге, чтобы поделять, где становится на 67 или 64-49. Вот. Ну, в принципе, страна с огромной скоростью летит в пропасть, поэтому, наверное, лучше держать доллары, а не рубли. Масштабное учение НАТО. Масштабное учение НАТО. Март. Многие аналитики сейчас стали говорить, что это как-то, в общем, напряженность. Ну, не знаю. Я не такой человек военный. Единственное, что неприятно, что это самое крупное учение, НАТО за 25 лет, и неприятно, что говорят, ну, генералы. Вот один американский генерал там наговорил, что оборона России это некий сыр в дырках, и сквозь эти дырки надо будет во время учения тестировать, как проникать в нашу территорию. Точную цитату я не могу сейчас найти, сами поищите. Ну, такие заявления, конечно, они несколько меня пугают. А так, в целом, ну, такие учения у нас постоянно проходят. Ничего страшного не вижу. Вот нефть это да. Теперь смотрим фондовые графики индекса РТС Сбербанка. По Сбербанку картина не очень бычья, ну, ничего страшного. По РТС картина более бычья. По индексу Московской биржи. Я уже в прошлый раз сказал, что минимальная цель коррекции 3000 пунктов. Почему? Потому что ослабление рубля не даст ему топорикам пойти на дно. Поэтому никакого сильного дауна я не ожидаю. 3000 пунктов, ну, может, чуть ниже, в таком духе. График был в прошлый раз. Теперь по поводу Сбербанка. Сбербанк не очень сильен, конечно. Вот. Ну, 247. Ну, если уж не удержит 247, то 243,5. У меня Сбербанка нету. Я уже 20 раз сказал. У меня Ростелеком. У меня есть Ростелеком обычка. Я очень доволен динамикой этой акции. А у кого Сбербанк, пускай переживают. Теперь по поводу западных рынков. Американский фондовый рынок в пятницу упал. Промышленный индекс. Доу упал на 2%. Ну, такого плохого дня не было с августа. Это колоссальный, я бы сказал, удар по самолюбию биржевых быков. И индекс Андар 500. Тоже это 1,77 минус. Это худший день с октября. То есть, ФРС, наш дорогой ФРС, может спорировать любые проблемы, которые в области экономики. Хоть Брексит, хоть там конфликт с Мексией, хоть конфликт с Китаем. А от вируса не может защитить. В ФРС входит 12 резервных банков. И вот вирус может проникнуть в эти все банки. Их все съесть. Люди будут на полу лежать. А они ничего с вирусом сделать не могут. Кроме того, февраль традиционный месяц сложный. Февраль не очень удачный месяц для рынка США, как правило. В среднем рост индекса в феврале составляет 0,1%. Стандарт 500. Кроме того, в феврале начинается выборная кампания. Предвыборная кампания в штате Айова. Предварительные первые выборы. Соответственно, какой-то фактор неопределенности. Мы же с вами знаем, что нам нужно, чтобы Трамп победил. Нам нужно, чтобы Трамп победил, чтобы рынок рос. А это какой-то фактор неопределенности. Ну и коронавирус. Коронавирус, который не подчиняется ни Трампу, ни ФРС. И можешь всех их сожрать. И все это, конечно, не фейк. В понедельник торги возобновляются на китайских биржах. Я думаю, это будет главный маркер, куда пойдут рынки. Наш рынок и рынок США. То есть посмотрим. Что касается нефти, то нефть не восстановится в самое ближайшее время. Потому что четверть мирового спроса на нефть – это Китай. Почему нефть не рухнула до 40 долларов, понятно. Во-первых, у нас очень умные нефтетрейдеры. Они уже заранее все закладывают. Они уже заложили, заложили. Во-вторых, они посмотрели на предыдущие эпидемии. Например, 2003 год. Атипичное понимание. Они посмотрели, что во время этих эпидемий спрос на нефть пострадал незначительно. И, соответственно, они говорят, ну, раз так, то сейчас тоже спрос не очень сильно пострадает. Поэтому никакого обвала такого супер-мега нету. Просто мы идем в рамках понижательного тренда, шуруем вниз. И поскольку наши специалисты-медики говорят, что через 3-4 недели ситуация в мире стабилизируется с вирусами, то через 3-4 недели мы вполне можем увидеть стабилизацию на нефтяном рынке. Вот такие рассуждения по рынку. Не подавайтесь паники. Покупайте хорошие маски 3М анатомические. Они еще есть. Можно купить через интернет. Я думаю, все будет хорошо. Так, ставьте лайк, если вам понравилось это видосик.